В комитете по местному самоуправлению Самарской губернтской думы, вероятно, посчитали, что подрядчики по отлову бродячих животных должны отдавать часть полученных средств обратно в бюджет. И разработали аж 8 составов административных правонарушений для ловцов бездомных собак и кошек. Отдельно придумали штраф для тех, кто занимается отловом без задания муниципалитета, либо заказа наряда. Вопросы. Ситуации могут быть здесь разными. Что такого плохого, если человек отлавливает животное, желая сделать его домашним животным, при этом не применяя ни насилия, не нарушая требования гуманного отношения к животным? Какая степень общественной опасности в данном случае? Никакой. Прокуратура раскритиковала законопроект, как говорится, хвосты в гриву. Из 8 составов остался один, да и тот в конце концов отправили на доработку. Остальные либо дублировали федеральное законодательство, либо оказались неисполнимы. При этом депутаты признали, что встреча с общественниками вскрыла для них гораздо более глубокие пласты проблемы бродячих псов, которые терроризируют Тольятти, Новокуйбышевск и Самару. С работы едут, студеный враг. Идет монах какой-то странный, он живет там где-то в яме. Около него идет 8-19 собак. С собачками он их кормит. Значит, он там в эту яму уйдет, а собачки идти дальше бегают. Что они сделают, неизвестно. Если встретить ребенка там или даже взрослого человека. Новый вектор приложения, жгучая законотворческая инициатива, народным избранникам задали приглашенные на заседание комиссии зоозащитники. Нужно обязательно вводить в штрафы, если мы говорим об ужесточении, за самовыгульных животных. Потому что особенно в деревнях или где частные сектора, это район автовокзала, это район Зубчениговки, очень много собак, которые хозяйские. Но они выпускаются на самовыгул и, соответственно, создают всякие неприятные ситуации, в том числе и нападают там когда-то на кого-то могут напасть. Потому что, честно говоря, бездомные животные, как правило, на человека не нападают. Человек отпускает, отлов ловит, он приезжает из отлова, забирает, еще и матом кроет. Стоит напомнить, что в Самаре за деньги, предложенные государством, чистить город от стаи бродячих собак, согласны только две компании. Помимо хати, эта фирма «Добрые люди», которая в прошлом году за два месяца и 6 миллионов 700 тысяч рублей должна была до нового года отловить 786 псов с видеофиксацией. А затем каждого накормить, вылечить, стерилизовать, чипировать и отпустить. Отметим, что автор законодательной инициативы, призванной заставить подрядчиков соблюдать разработанные в областном правительстве регламенты отлова бродячих животных, на заседание общественной комиссии по своему законопроекту не пришел. Михаил Матвеев появился в здании Губернской думы, когда все уже разошлись.